Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Та-та-та-ра-там, помахать. Махаю, помашу. Так, кто у нас тут? Давно я не заходил к вам. Вот зашел. Знаю, что все собрались перед телевизорами. Ждут футбол. Ну, это я с вами, короче, пообщаюсь. Спасибо за концерт в Харькове. Да не за что. Все для вас. Как дела? Че нового? Соскучились. Я тоже по вам скучал. Как думаешь, кто пройдет финал? Ну, я думаю, что сборная России пройдет финал. Потому что играют хорошо. Почему бы и не пройти? Как дела у тебя? Да, нормально. Говорит, крутая пижама у тебя. Спасибо. Вот в пижаме к вам вышел. Спал, проснулся. Решил пообщаться, короче. Кепку нацепил. Главный этот... Имиджевый аксессуар. И сразу к вам. Швед, привет. Как ты, братан? Как там жизнь? Че нового? Диджей Швед с нами. Помните диджея Шведа? Диджей группы «Центр». Вот. Смотрит нас с нами. Задавайте ему вопросы тоже. Если что. Когда в Нью-Йорк с концертами? Да, в принципе, виза есть, все есть. Надо договориться, долететь. А то я уже, наверное, год четвертый не могу до вас долететь. Уже сколько моих афиш там висело. Иди нахуй, мне пишут. Взаимно. Так, ну, без хейтеров мы сегодня, конечно, не обойдемся. Поэтому нормально. Ну и что, ваши вопросы? Есть какие-то вопросы? Я нет, я не в Питере. Я не в Питере. Группы «Центр» больше нет. Я знаю, я имею в виду, что диджей Швед был диджеем группы «Центр», когда они были в полном составе. Это был там 2007-2008 год. Денчик, привет. Я на следующей неделе, думаю, залечу. Попьем чай, короче. Бро, все отлично, ждем тебя очень, гарантирую, отличный отдых. Круто. Че за отдых гарантируешь? Напиши, интересно. Лысый предлагал бабки за баттл. За какой баттл? Я не понимаю, о чем ты. Новый альбом пишем потихоньку. Я никуда не спешу. Когда курить бросишь? Да я вообще же не курил. Мне подарили вот эту херь на Новый год, и я начал курить. Пижама, пижама. Пижама, да, пижама у меня топовая. На самом деле это не пижама. Ну да ладно. Так, надо что-то говорить. Я не знаю, что говорить. Иркутск привет вот передает. Я Иркутску передаю привет. Начал курить из-за подарка. Да, вы не поверите. Вот такая вот глупая, глупый такой поступок. Ну ладно, ничего. Футбол буду досмотреть. Вот я говорю, перед футболом вышел к вам пообщаться. О, Олежек с нами. Привет, браза, как ты? Кезару с нами. С гуфом фит сделайте. Ну, Леха, давай уже сделаем. Уже третий год делаем фит. Ну, я думаю, вот как только на студии появлюсь, наберу, короче, Леху, и он приедет, и мы сделаем для вас мега фит. Потому что в планах это было давно, мы делаем трушные вещи, ребята. О, Кевин с нами. О, Кевин пишет, Россия вперед, болеем, смотрим футбол. Кевин, как ты, выздоровел? Кевин в больнице лежал. Сильно поменялась жизнь после менторства на ФБ? Хороший вопрос. Ну, полностью поменялось. То есть я сейчас вообще чувствую себя просто люкс в шоколаде. Ну, вообще, просто сейчас в шикарных, в роскошных вилле, короче, нахожусь. Тут вообще просто пиздец. Лучше, говорит, да. Чё, заезжайте в гости, Кевин. Пипец. Заезжайте, посидим, чай попьём. У тебя есть трек «Жить достойно». Очень цепляет. Спасибо, я тоже люблю этот трек «Жить достойно». Очень крутой трек с нашего совместного альбома. Я рад, что эти треки спустя три года до вас доходят. Пидор, кто ты пишет? Нет, я люблю женщин, а пидор – это ты. Злобный маленький пидор, который пишет мне в комментах разную грязь. Вот ты настоящий пидор. Ну да ладно, мы отвлеклись. Ижевск передаёт привет. Я передаю привет Ижевску, короче. Ладожская. Фара лучший. Да базара нет вообще. Я полностью согласен. У него есть трек «Фиеста». У кого это? Старая «Скол» салют. Так. У меня, кстати, предлагали мне билеты в Сочи на футбол. Ну, у меня не получится, не получилось полететь. Поэтому футбол я смотрю. Если смотрю, то только не по телевизору. У меня нет телевизора, я смотрю его на компьютере в прямом эфире. Голуби вперёд! Он за окошком. Полетела стайка. Майк салют. Майк с нами. Сегодня очень много... Моих друзей и знакомых в эфире. И это круто. Как там Майлз? Майлз хорошо готовит для вас интересные вещи. В Алматы был, конечно, в Алматы. Я два раза был. Майлз переоценён. Не думаю. Майлз крутой. Мда. На замес на Охте. Да не было никаких замесов на Охте. Не помню. Снимаю клипы. Жендос. Братан, напиши что-нибудь хорошее. Ну, что ж ты... Ну, будешь вот столько негатива изливать в комменты. Ведь карма тебя настигнет. Напиши что-нибудь хорошее. Должны же хейтеры тоже быть чуть-чуть людьми. PM неплох, конечно, неплох. Считаю. Да, неплох. Смотрел Оби-Ван против Микси. Да, смотрел. Ты где? Жендос, я на планете Земля. Передаю тебе большой привет. С кармой шутки плохи. Да. Смоки, предложи идею Окси по фрешбладу. Организуйте два концерта в Питере и в МСК. Не дочитал. Для парней пару тысяч соберете спокойно. Ай, понятно. Посоветую книгу. Лучше вы мне книгу посоветуйте. Я давно уже не читал. Если посоветуете мне книгу, буду очень благодарен. Передаю привет деревне Карынхово. Карыхнаво. Карыхнаво. У нас сегодня день деревни. Карыхнаво, привет. Большой привет. Ты в пижаме. Ну да. Нравится пижама, надеюсь. Какой жанр книги? Ну, давайте фантастику, например. Или антиутопию. Кладбище домашних животных. Как преуспеть в спор? В споре. Интересно. Что думаешь о новой школе? Ну, что-то нравится, что-то нет. Нормально. Когда я был в новой школе, меня до хера людей поддержало. И поэтому это круто. Поддерживаете. Майк пишет Сиддхарта. Интересно Сиддхарта. У меня есть книга. Мне дарил один мой знакомый йог. Называется Йога Васиштха. Но я так ее не прочитал. Потому что мне показалось. Я начал что-то читать. И она мне показалась слишком какой-то... Слишком сложной. Ну, не сложной. Может, просто не зашла. Ну, такой какой-то. В Серпухове был. По-моему, был. Какие у вас отношения с Окси? Пишет Версус Фан. У нас очень теплые отношения. Мы постоянно созваниваемся. Читаем друг другу рэп. Ну, в общем, вот так вот. Я тебя слушал еще в 2011-м. Братан, кто ты меня слушал еще в 99-м? Это нормально. Вот. Джин Дос уже присылает смайлики с сердечками в глазах. Видите, как все меняется? Привет из Екатеринбурга передают. Кстати, как меня видно, слышно, нормально. Не подключивает связь. Я просто тестирую новый интернет. Интересно. Вроде связь охренительная. Ну, как вам? Я не знаю. Тимоти Лири жесткие темы загонял в книге «Семь языков Бога». Ну да, Тимоти Лири мог загнать жесткача. Зная, кто такой Тимоти Лири, я представляю, что он мог в своей книге написать. Это же он, по-моему. Ладно, не будем. Передаю привет Сымлянску «Футбол» буду, да, смотреть. Я же сказал. Будет «Фицкий Зару». Да, будет на его альбоме. Ждем его альбом, кстати говоря. Интересно. С Маркулом не общаюсь, но я с ним знаком. Мы знакомились в Лондоне с ним давно, еще в году в тринадцатом, в четырнадцатом. Он тогда еще типа неизвестный был. Ладно, ребята, че, был рад всех повидать. Я огромный фанат, очень давно эти слушаю, очень мотивируешь, особенно, особенно последний альбом. Это хорошо. Лайкни меня, пожалуйста, пишет Жендос. Как тебя лайкнуть, я не знаю. А ну-ка. Могу скрыть у тебя прямые эфиры только, братан. Лайкнуть тебя не могу. А вот Эдика заблокируем. Все, Эдика заблокировали. А-а-а, Сява с нами. Брат, как ты? Куда ты пропал? Так, все. Набежали хейтеры, я пошел, короче, ребята. Все. Рубцовску передаю привет. Рубцовск. Все, 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 полетели, урод, мудак. Ребята, вы, конечно, супер, космос. Всех люблю, всех обнял, всем пока. Пока.